проект мой гектар это возможность купить участок размером 1 гектар земли за 100 тысяч рублей все верно проект мой гектар как раз предназначен для того чтобы иметь возможность приобрести в собственность участок площадью от одного гектара и стоимостью от 100 тысяч рублей какие участки вы сегодня предлагаете тверичанам вообще тверской регион у нас представлено достаточно большим количеством локаций если говорить по географическому расположению то это практически все районы тверской области что нужно первым делом делать чтобы приобрести участок проекта мой гектар найти тот вариант который подходит будет идеальный для меня например да и какие сейчас самые актуальные варианты можно рассматривать в тверском регионе первое что я при по чтобы я бы рек порекомендовал это зайти на основной сайт проекта мой гектар мой гектар точка ру ознакомиться с информацией зайти в раздел каталог поселков там всегда есть самое актуальное предложение значит посмотрите из того что есть на текущий момент по минимальным ценам сейчас у нас в продаже находится ну наверное то есть лучшее соотношение цена-качество это поселок усадьба на волге на берегу волги значит по старецкому шоссе граничит с хвойным лесом с сосновым бором есть зоны там и под индивидуальное жилищное строительство и под сельхоз производства каждый может выбрать для себя что ему нужно хорошая территория находится в лихославльском районе на берегу реки медведица значит есть участки как под садоводство и дачное строительство и гектары под сельхоз производства и наверное тоже рекомендовал бы со своей стороны поселок лесная усадьба он находится всего в 10 километрах от твери на берегу реки тверца и опять же там уникальное сочетание хвойного леса с одной стороны значит а с другой стороны это берег реки тверца там находится три бывших пионерских лагеря сейчас я подразумеваю что это детские лагеря романтик дружба такие хорошие названия то есть мы знаем с вами то что детские лагеря всегда размещали именно в местах с хорошим воздухом с хорошей водой в чистой экологии поселок лесная усадьба также содержит две зоны там есть земли под индивидуальное жилищное строительство с возможностью постройки жилого капитального дома иметь возможность там проект переехать жить на природу прописаться там ну то есть кардинально возможно сменить свой образ жизни и также есть отдельно зона под до сельхозпроизводства где можно заниматься любым из 20 видов сельхозпроизводства значит попробовать себя в качестве начинающего фермера начинающего предпринимателя и так далее вот три локации которые то есть на текущий момент они самые актуальны есть участки категории земли сельхоз назначения в проекте мой гектар могу ли я вот на этом участке построить дом вы знаете немножко то есть тогда зайду со стороны отвечая то есть на ваш вопрос значит мне всегда задают вопрос как правильно выбрать земельный участок здесь все зависит от трех параметров то есть во первых нужно определиться с бюджетом сколько вы готовы потратить денег на покупку участка это раз потому что у нас есть ассортимент от 99 тысяч рублей до нескольких миллионов и даже десятков миллионов рублей во вторых нужно очень четко понимать вашу цель использования и сроки в которые вы планируете реализовать вашу идею от этого зависит именно тип поселков правильно вы говорите о том что у нас есть поселки где категория земель именно земли сельхоз назначения вообще у нас есть четыре типа поселков первый тип поселка это поселки под дачное строительство и он пользуется самым большим спросом то есть речь идет о использовании участка в сезонном варианте то есть как правило это весеннее летнее осеннее пребывание в основном с консервации на зиму для того чтобы иметь возможность построить дачный садовый дом заниматься садоводством огородничеством и так далее второй тип поселков это поселки для постоянного места проживания здесь особая категория земель это земли населенных пунктов с видом разрешенного использования индивидуальное жилищное строительство то есть здесь можно построить жилой дом переехать на постоянное место жительства и в том числе получить прописку и регистрацию для многих наших покупателей это это важный момент третий тип поселков это поселки значит где мы даем возможность людям которые хотят себя попробовать с точки зрения начинающих фермеров попробовать себя как начинающий фермер или уже действующие фермерские предприятия которые хотят расширить свою деятельность работать за счет вместе с людьми которые схожи по целям использования есть и 4 тип поселков где смешаны где отдельная зона может быть выделена под индивидуальное жилищное строительство и рядышком территория которая предназначена под сельхозпроизводство она тоже пользуется спросом и популярностью потому что можно купить участок 2 3 для того чтобы построить жилые дома и в шаговой доступности иметь несколько гектаров гектар или несколько гектаров для того чтобы попробовать заниматься каким-либо видом сельхозпроизводства то есть все зависит от ваших целей использования и сроков которые вы хотите реализовать ту или иную идею или вашу мечту то есть условно говоря проект мой гектар дает возможность не только найти себе участок для постоянного места жительства с простором раздольем но и для того чтобы в том числе здесь же развивать свой бизнес фермерское хозяйство ну или любое другое направление бизнес которое возможно на этом участке вы знаете за последние пять лет очень много поменялось в принципе на рынке загородной недвижимости если раньше нас как оптовую компанию по оптовую компанию по продаже земельных участков землевладельца спрашивали в основном участки поближе к городу и небольших площадей то за последние пять лет и особенно за последние три года тренд поменялся на значит сейчас запрос со стороны покупателей на участке больших площадей от гектара запрос на то чтобы иметь возможность заниматься каким-либо видом деятельности будь то садоводством овощеводством растеневодством животноводством чтобы иметь возможность выращивать чисто экологические продукты отсюда же вытекает запрос на то чтобы локации находились в чистых экологических местах подальше от вредных производств с выходом в лесные массивы с выходом на водные объекты благо тверская область обладает огромным количеством водных объектов это и водохранилище и озера и реки прекрасная поэтому мы предусматриваем расположение всех наших поселков рядышком с подъездными дорогами лесом с водой значит и так далее так вот возвращаясь к вопросу о возможности развития как его какой-либо виды деятельности сейчас очень много людей интересуется чтобы не только иметь возможность на земле построить там дом и приезжать туда с друзьями и близкими отдыхать но при этом чтобы была возможность заниматься каким-либо видом деятельности и это здорово потому что земля может работать она должна работать она должна давать дивиденды от ее использования в виде фермерской продукции значит в виде чистых экологических продуктов чтобы иметь возможность ну как минимум прокормить себя свою семью хорошей продукции но если говорить уже выход на коммерческий уровень то популярностью пользуются и фермерские магазины и у нас много успешных случаев вот к примеру у вас узков 70 поселений значит и собственники открыли частную ферму но вот занимается сыроварением молочная продукция животноводства и у них разбирают буквально все то есть надо заказывать продукцию за заблаговременно за неделю важный вопрос это подключение базовых коммуникаций конечно же для всех кто заезжает кто строится предположим я купила участок мой гектар вот сколько будет стоить подключить коммуникации к моему дому газ и электричество во первых очень важно то есть мы проектируем поселки проекта мой гектар таким образом чтобы они граничились либо дорогами федерального значения либо с дорогами которые стоят на муниципальном балансе для того чтобы собственники всегда в любое время могли доехать до своего поселка и не тратили деньги на расчистку дорог в зимний период как правило и на ремонт дорог когда она приходит значит когда полотно приходит негодность для того чтобы развить сеть базовых коммуникаций по поселку у нас есть так называемый базовый этап развития в этот этап входит выполнение шести базовых услуг первое это регистрация кооператива собственников и разработка всей проектной документации то есть поселок сначала должен появиться на бумаге в проекте пройти все этапы согласования уже потом переходить к строительству второе это вынос границ участка и установка межевых знаков то есть мы определяем где находятся участки как пойдут дороги значит тем самым определяем все значит реперные точки и все границы поселка в третьих мы подаем заявки от имени собственников на подключение электричества на получение технических условий при этом действуем здесь в рамках 861 федерального закона это льготная программа по электрификации значит в четвертых необходимо построить въездную группу поставить к кпп шлагбаум организовать охрану для того чтобы территория была охраняема значит и последний этап это этап который разделен на два подэтапа это подготовка к строительству дорог получение разрешения на строительство дорог и уже дальше самый важный этап это строительство самих дорог в поселке но вот значит это занимает определенное время то есть там от года до двух среднем строится дороги по значит по всему поселку все шесть базовых услуг в комплексе средняя стоимость составляет от 100 до 120 тысяч рублей с одного участка значит то есть это и это суммы выплачиваются на горизонте полтора два года пока строится базовая инфраструктура поселка ваших поселках есть разные зоны строительства это зона интенсивного и стандартного развития вот как чем они отличаются да и как выбрать зону поселка при покупке участка возвращаясь обратно что нужно сделать к вопросу для того чтобы остаться довольным покупкой в поселке определить бюджет определить цель использования участка от этого зависит тип участка определить сроки в какие вы хотите начинать осваивать участок строительства если вы планируете это делать в ближайшей перспективе год-полтора то лучше выбирать зону интенсивного развития здесь при заключении договора купли-продажи на сам земельный участок на объект недвижимости заключается комплексный договор на развитие куда включены все шесть базовых услуг на строительство то есть заключается два договора одновременно договор купли-продажи и договор на строительство базовой инфраструктуры за счет того что значит одновременно заключается два два этих договора строительство инфраструктуры происходит быстрее по условиям договора значит все шесть базовых услуг строительства базовой инфраструктуры поселка происходит за полтора года есть зона стандартного Для тех, кто не спешит, покупает на перспективу, планирует развиваться через 3-5 лет, можно выбирать и зону стандартного развития, поскольку по практике строительство базовой инфраструктуры коммуникаций в поселке занимает ориентировочно 2,5-3 года. Ну и подробности каждого из этих, скажем так, зоны интенсивного и стандартного развития, все это можно найти на сайте проекта мойгектар.ру. Все верно, мойгектар.ру, да. Либо позвонив по центральному номеру компанию 495-545-43-23, центральный номер, на котором вам ответят земельные эксперты, подробно расскажут обо всем, вышлют дополнительную информацию на почту, либо на WhatsApp. Хорошо, но про инфраструктуру мы уже много говорили и о дорогах тоже говорили, но все-таки, кто будет строить дороги в поселке мойгектар и кто будет платить за это строительство? То есть если я уже купила участок, построила дом семейный какой-то большой, кто будет строить дороги и должны ли собственники участков вкладываться в строительство дорог? Очень хороший вопрос, правильный, поскольку от этого зависит вообще, будет ли построена инфраструктура в поселке. Мы изначально понимали то, что, значит, собственникам будет достаточно сложно объединиться совместно и принять основные решения относительно строительства инфраструктуры. Значит, поэтому в 2017 году мы открыли, собственно, управляющую компанию. Мы ее называем сервисной компанией, поскольку задача не, значит, управлять, а именно обеспечить строительство базовых коммуникаций в поселке. Дороги, электричество, основные моменты места общего пользования, въездная группа и так далее. На текущий момент в управляющей компании работает более 100 специалистов, примерно треть работает в офисе. Это люди, которые занимаются проектной документацией, юристы, проектировщики, сметчики, архитекторы, дизайнеры. Но большая часть людей работают именно на местах. Это рабочие бригады, инженеры, бульдозеристы, трактористы. Это те люди, которые занимаются строительством инфраструктуры. Во-вторых, мы приняли решение и в 2018 году открыли собственное дорожно-строительное управление. И закупили всю необходимую технику для того, чтобы строить дороги самостоятельно. Значит, нам это важно, поскольку мы не зависим от подрядчиков сторонних. Собственникам это выгодно, поскольку мы минимизируем стоимость строительства дорог. То есть у нас парк техники на текущий момент насчитывает более 50 единиц. Начиная от стандартных мазов, камазов для привоза щебня, песка, заканчивая спецтехникой. То есть это и специализированные грейдеры, и машины для расчистки от растительности и залесенности участков. Это специализированная техника, карьерная техника, бульдозеры, экскаваторы. У нас даже есть одна единица техники, которую мы купили в прошлом году, очень гордимся этим, которая делает дороги по европейской технологии укрепления грунтов, ресайклинг. Технология, которая применяется, в основном она была открыта уже достаточно давно, в 20 веке в Германии, и очень успешно применяется. То есть одна единица техники есть в нашем парке, всего их насчитывается в России порядка 60 единиц. Отвечая на вопрос, кто будет строить дороги, дороги строим мы, и не только дороги. Вообще всем развитием инфраструктуры занимается наша сервисная компания. А вот кто финансирует? Финансирует весь процесс строительства инфраструктуры собственники. При этом подразумеваю следующий вопрос, а как быть с теми людьми, которые отказываются от строительства? Отвечаю. При покупке участка в проекте Мой Гектар вы подписываете соглашение, оно называется у нас правило принципы добрососедства и правило проживания в поселке Мой Гектар. Это обязательно. То есть покупая участок в проекте Мой Гектар, вы заочно подписываете данное соглашение. Это наш устав, наша конституция, по которой живут собственники внутри поселка, который регламентирует и регулирует взаимоотношения между собственниками и управляющей компанией. Документ, по которому решаются все спорные случаи и частные случаи. По этому документу, если собственник отказывается от участия и финансирования строительства инфраструктуры, то он может быть частично ограничен от определенных благ, отключен от местного общего пользования, куда входят в частности и дороги. По праву сервитута мы не имеем права ограничить доступ к земельному участку. Но поскольку большая часть коллектива собственников скидывается, финансирует проект строительства дорог, значит, то они имеют право проезда. Те, кто отказываются по каким-либо причинам, значит, не имеют права проезда. То есть, другими словами, человек может доехать до въездной группы, поставить машину на парковке и дальше пешком пойти на свой земельный участок. Именно этот документ, он решает все спорные случаи и он достаточно справедливый. Значит, и поэтому 98-99% собственников у нас принимают участие в коллективном развитии. И это дополнительная услуга в итоге? Во сколько обойдется собственникам? Если мы говорим только про дороги, то в среднем первый этап строительства дорог в среднем составляет 49 тысяч рублей с одного участка, с одного гектара. Если мы говорим комплексно, не только дороги, но еще и электричество, и вездная группа, и, значит, все базовые услуги, то в зоне интенсивного развития стоимость составляет 100 тысяч рублей и оплачивается собственниками сразу же при покупке участка. В зоне стандартного развития в среднем 120 тысяч рублей и оплачивается на горизонте 1,5-2 года поэтапно частями. Игорь, вы сказали, что в вашей компании в том числе есть юристы. А на этапе оформления сделки, покупки участка, должна ли я прибегать к помощи своего юриста и риэлтора? Или с этим вы также полностью помогаете? Вопрос хороший. Ну, я сейчас буду говорить от лица компании. У нас работают профессиональные юристы, причем не просто юристы, а именно юристы, разбирающиеся в земельном праве. А это одна из самых запутанных областей в нашем законодательстве. Поэтому при покупке участка мы даем полный комплекс юридических услуг, начиная от предоставления всех документов по земельным участкам, все проустанавливающие документы. Мы готовим пакет документов и проводим регистрацию, причем этим занимаются наши юристы. То есть оформление для собственника, оно бесплатное. То есть мы берем все расходы на оформление на себя. Значит, стоит ли прибегать к сторонним специалистам для того, чтобы проверить? Я бы рекомендовал, как говорится в хорошей русской пословице, доверяй, но проверяй. Значит, нас проверяли не один десяток и, наверное, не одну тысячу раз. И это хорошо, поскольку каждый раз мы сталкиваемся с людьми, профессионалами, которые могут иногда даже указать на какие-то наши небольшие недочеты, ошибки, которые мы потом исправляем. Но самое главное, что все равно мой гектар, вы, скажем так, бесплатно предоставляете услуги по оформлению участка. Да, это является, наверное, большим бонусом при покупке участка, то, что полностью все оформление, все подготовку комплект документов и сопровождение самой сделки, осуществление перехода права собственности мы делаем абсолютно бесплатно. Игорь, теперь у меня такой вопрос практический. Вот посоветуйте, скажите, как правильно инвестировать в земельный участок проекта мой гектар, чтобы эта инвестиция была действительно полезной и выгодной в перспективе? Угу. Первое, что бы я порекомендовал, это покупать участки на старте продаж. То есть, когда мы запускаем новую локацию, новый поселок, вот сейчас мы запустили новую очередь продаж поселка Усадьба на Волге. Находится она прямо недалеко от Твери, 25 километров от Твери, на берегу реки Волга. С одной стороны Волга, с другой стороны абсолютно чистый сосновый бор. Уникальное соотношение хвойного леса и реки рядом. И абсолютный, то есть, покой и тишина. То есть, вот для жителей Твери, то есть, я бы рекомендовал именно этот поселок. Сейчас он находится на старте продаж. На старте продаж у нас самые минимальные цены. Когда потом дальше идет процесс развития, цены потихонечку ползут вверх. По аналогии, как если бы сравнивать со строительством дома. Если вы покупаете квартиру на этапе котлована, то стоимость квадратного метра, она минимальна. Пока дом строится, цены на квартиру растут. Когда дом уже построен и выдаются ключи, то капитализация может достигать 40-50%. Это считается нормальной капитализацией, нормальным уровнем. Если мы говорим про проект Мой Гектар, то на горизонте 2-2,5 года капитализация достигает 200-250. Были даже случаи 300% в отдельно взятых поселках. Второй совет. Для того, чтобы получить высокий процент добавленной стоимости, необходимо инвестировать. Инвестировать необходимо в развитие. То есть сама по себе земля не дешевеет, она только дорожает. Дорожает за счет того, что происходит развитие инфраструктуры, мест общего пользования, социальная инфраструктура, туристическая, транспортная доступность. То есть инвестируя в развитие отдельного взятого поселка, вы поднимаете стоимость земельного участка по аналогии с новостройками. Поэтому обязательно принять участие в коллективном развитии и проинвестировать еще 100-120, возможно даже 150 тысяч в ваш участок, в ваш выбранный гектар. Ну и третье, чтобы я бы еще порекомендовал, это облагородить самый участок. То есть сделать, как так называется, товарный вид. Я бы рекомендовал заказать услугу в спашке и бронении, выровнять его, значит, и завести электричество на сам участок. Та услуга, которую мы предоставляем силами сервисной компании, услуга электрификации, заведения электричества на сам участок, установка турбостойки и счетчика стоит 35 тысяч рублей. Значит, сюда входят и сами работы, и материалы, и сам счетчик. То есть, когда вы будете перепродавать ваш участок, который будет с подъездными дорогами, с заведенным электричеством, с построенной дорогой к участкам, участок ровный, красивый, на нем растет зеленая трава с цветами, то, конечно же, это все добавляет стоимости при перепродаже земельного участка. Можем мы говорить, что все-таки проект «Мой Гектар» привлекателен для региона, в общем, для инвестиционного климата, для, может быть, даже среднего и малого бизнеса? Вы знаете, сейчас стоит обратить внимание на то, что поменялся государственный тренд. Сам проект «Мой Гектар» существует и развивается в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий. То есть, это то, на что нацелены регионы, чтобы вводить в оборот земли, которые в свое время вышли из сельскохозяйственного оборота. Поэтому проект «Мой Гектар» активно движется, как говорится, в ногу с государственным настроением и с политикой нашего правительства на текущий момент, чтобы люди стремились на землю, чтобы им разрабатывали те земли, которые сейчас там просто простаивают и зарастают лесом. Имели возможность заниматься сельхозпроизводством, попробовать себя в качестве предпринимателя, либо хотя бы в индивидуальном формате организовать личное подсобное хозяйство, иметь возможность прокормить там свою семью, своих родных, друзей чистыми экологическими продуктами, выращенными вами же. Иметь возможность отдыхать от шумного города. Очень актуально сейчас там в период пандемии находиться не в той густонаселенной территории. Родители перевести на природу, детей приобщить к труду, чтобы поменьше сидели в гаджетах, а бывшие развивались на природе. То есть, естественно, это еще и социальная программа. То есть мы активно участвуем и дружим и сотрудничаем с ассоциациями многодетных семей, ветеранов и так далее. То есть зачастую даже дарим участки малоимущим людям для того, чтобы у них была возможность также иметь свой большой участок земли, большой кусок родины и на этом участке реализовать свою идею, реализовать свою мечту. Поэтому, естественно, то есть проект Магектар можно рассматривать с разных сторон. И, значит, кто-то покупает участки для личного использования, кто-то думает о перспективе, о будущем. Покупает сейчас, планируя о том, что будет использовать в какой-то период. Многие сейчас, опять же, вот на текущий момент времени покупают землю для того, чтобы как минимум иметь запасной плацдарм, для того, чтобы иметь возможность, значит, заниматься садоводством, огородничеством. Не дай бог, но как в 90-е там года, иметь возможность прокормить себя там и свою семью. Многие сейчас все больше становятся таких людей, особенно молодые предприниматели. Вот я смотрю, за 5 лет это люди 30-35 лет, значит, там, вот примерно вот это те, кто вкладывают деньги в развитие, значит, занимаются в малом формате девелоперством, инвестируют в развитие земельных участков, потом их делят, перепродают, значит, тем самым зарабатывают. Это тоже имеет место быть. То есть многие собственники рассматривают проект Могиктар именно как инвестиционный проект в том числе. Я рад тому, что сейчас очень много запросов именно с точки зрения создания крестьянско-фермерских хозяйств. Значит, приезжают люди, приезжают даже семьи, говорят, мы хотим объединиться 2-3-4 семьи, построить свою небольшую частную ферму, заниматься животноводством, заниматься растеневодством. Значит, даже, опять же, то есть с точки зрения даже не продажи продуктов, а для личного использования. Все это сейчас набирает оборот и, значит, существенно поменяло тренд на рынке недвижимости. И мы наблюдаем повышенный спрос за последние 2 года. Количество запросов на покупку земельных участков как с домом, так и без строительства увеличилось в 10 раз. Тогда первым делом идем на сайт Мой Гектар, смотрим, выбираем и уже звоним и приобретаем участок. Ну и, наверное, то есть посмотрев те предложения, которые сейчас самые актуальные, нужно ответить себе как раз на эти 3 вопроса. Ваш бюджет, сколько вы готовы потратить на покупку участка. Второе, ваша цель использования. От этого зависит тип поселка, дачный поселок, поселок для постоянного места проживания или это фермерская агломерация. Сроки развития, когда вы планируете начать осваивать ваш участок, от этого зависит, будет ли это зона стандартного развития или зона интенсивного развития. И третье, это ваши личные предпочтения. Кто-то предпочитает участки на открытой местности, в поле, чтобы солнце было весь день. Кто-то любит участки с выходом в лес или залисенные, чтобы прямо на самом участке, на гектаре, там росли сосны, березы. Значит, кто-то предпочитает речную зону, первая, вторая, третья, береговая линия. То есть вот определившись тремя этими параметрами, вы можете обратиться через сайт проекта мойгектар.ру, либо позвонив по центральному номеру компании и передать эти параметры нашим земельным экспертам. И мы подберем вам с учетом ответов вот этого технического задания, которое вы передадите нам, мы подберем вам самые подходящие поселки для вас и дальше в рамках этих поселков те участки, которые отвечают вашим запросам и требованиям. Игорь, спасибо большое за такие подробные ответы, за интересную беседу. Спасибо. Благодарю. Благодарю вас тоже. Спасибо. Всего доброго.